Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Игорь Робинер И поговорим мы сегодня о футболе Как водится, так пунктиром обозначим о чем речь пойдет О Спартаке в Краснодаре О лидерстве Локомотива в чемпионате России О матчах в Хабаровске И о матче Спартак-Морибор О Лиге чемпионов Вот так вот примерно Ну и естественно мы в течение часа все эти темы подробнейше обсудим Если у вас есть какие-то вопросы Вы можете задавать их Я думаю, что Игорь с легкостью прокомментирует все 909-928-189-9 Ватсап Вайбер Пожалуйста, что вашей душе угодно Пишите, задавайте свои спортивные вопросы Игорь, с чего мы начнем Я думаю, что точка отсчета последних, наверное, недель Это выступление сборной России В товарищеских, очень статусных товарищеских матчах Против Аргентины и Испании Очень неплохих результатов В первую очередь с испанцами Надо сказать, что и Аргентина В общем-то, это одна из топ-команд мира И, в общем-то, наверное, можно было ожидать от нее лучшего выступления От россиян лучшего выступления в атаке Но в целом это был достаточно достойный спарринг А потом с Испанией просто феерия Феерия, да, 3-3 И причем, в общем-то, с действительно классной игрой Чего, наверное... Это такой очень хороший заход в будущее Заход на следующий сезон На сезон самого по себе чемпионата мира И мне очень приятно, кстати говоря, что вчера Станислав Черчесов, главный тренер нашей команды Приходил в школу к моим студентам В школу спортивной журналистики Это было очень круто Потому что впервые у меня Именно вот у моих студентов В гостях был действующий главный тренер Национальной команды страны Который очень откровенно 3 часа рассказывал Что интересовало в первую очередь студентов? На самом деле очень много Они здорово подготовились За что душа болит Надо им отдать должное Они подготовились круто Они расспрашивали по всей карьере Станислава Саламовича И про Дрезденскую Динамо И про Спартак Были готовы Восьмидесятых, начало девяностых Про Константина Ивановича Бескова Ну вот про все, естественно, включая сборную страны Но встреча была закрытая Поэтому о чем конкретно шелла Желал Георг Поведать не могу Игорь, скажите, пожалуйста Вот я на просторах интернета Встретил после, собственно, матча с Испанией Было это более явно и в большом количестве Люди говорят следующим образом Люди-то у нас скептично настроены В большинстве своем к сборной России Это футбол Просто история заставляет Потому что единственный раз за 25 лет существования сборной России Именно после развала Советского Союза Команда выходила из группы на чемпионатах мира и Европы в 2008 году Один раз за 25 лет При том, что турниры проводятся раз в два года Собственно говоря, этот скепсис В общем-то всей истории и подталкивает Так вот, люди и говорят И друг другу говорят В первую очередь, друзья Давайте запомним этот момент Потому что это яркая вспышка Которая произошла единожды и больше не повторится По вашему данному и мнению Я так не думаю Потому что, в общем-то, развитие и становление новой сборной При Черчесове происходит достаточно последовательно Планомерно И мы видим, например, что 2017 год для национальной команды Начался с ужасного матча против Кота Дивуара 0-2 поражения Зато потом, в общем-то, был такой Ну, достаточно четкий и явный прогресс Мы помним отличные матчи с Венгрией, с Чили Очень приличные встречи на Кубке Конфедерации Пусть даже сборная и не вышла Но, например, первый тайм с Мексикой Это был, в общем-то, ну, такой резкий скачок в качестве Были очень приличные другие матчи И, собственно говоря, все закончилось Испании То есть, фактически, мы прошли год от Кота Дивуара до Испании Ну, давайте, что ли, переходить к нашему родимому чемпионату А это естественным образом перетекает Потому что, вот если посмотреть, например, на матчи последнего тура То сразу целая группа футболистов Которая играла за сборную против Аргентины и Испании Продолжила успешно выступать в чемпионате страны Например, Алексей Миранчук Полузащитник Локомотива Который забил гол в ворота Испании И сделал голевую передачу на Федора Смолова Продолжил, в общем-то, свою такую успешную поступь И забил победный мяч Локомотива в Махачкале в ворота Анжи И Далер Кузяев и Александр Кокорин Два футболиста Питерского Зенита Которые также играли за сборную Они тоже забили мячи в ворота Тосна То есть, в общем-то, можно сказать, что успехи сборной Как бы волной перетекли также и на их клубные выступления Правда, Федору Смолову не удалось забить Он попал только в перекладину в самом начале матча со Спартаком Хоть тоже казалось, что он на волне вот так здорово начал матч На волне своего дубля в ворота Дехе Но попал в перекладину И после этого уже партнеры не смогли его поддержать Хотя сам Федор играл прилично все равно Но ты один, в общем-то, в одиночку в сегодняшнем футболе Ничего сделать не можешь Нужна правильная, так сказать, качественная поддержка со стороны партнеров А ее у Краснодара в этот день у Смолова не было А Спартак, в общем-то, смог в гостях На потрясающей арене Краснодар Построенной недавно Сергеем Галецким Просто разорвать местную команду с счетом 4-1 И это самая крупная победа в чемпионатах России Спартака при Карере То есть даже в прошлом чемпионском сезоне Ни разу Спартак 4 мяча не забивал И вот со счетом 4-1 или 4-0 не выигрывал Вернее, выигрывал, но это был первый тур При Дмитрии Оленичеве у Арсенала После чего как раз Дмитрий Оленичев ушел в отставку Но, естественно, не сразу после этого матча А тогда команда проиграла кипрскому Айек В чем успех Спартака с Краснодаром в этом матче? Почему так сложилось? Все говорят о революционной схеме По которой играл Спартак 4-2-4 Фактически в гостях против одной из топ-команд Красно-белые осмелились выйти сразу с четырьмя форвардами Два, так сказать, могучих нападающих за Луиш и Луис Адриану По флангам Квинси Промес и Лоренци Мельгарех И это здорово сработало В общем-то, не нужен был лишний человек в центре поля Потому что, в общем-то, в центре поля В общем-то, это, можно сказать, где-то краснодарский конек И Спартак решил проходить середину, минуя, в общем-то, лишнюю перепасовку в центре поля Забрасывать вперед на двух центр форвардов Либо на фланге нападающим крайним В общем-то, это сработало все здорово Плюс, надо, конечно, сказать, что Краснодар дал Спартаку невообразимую свободу в своей штрафной Потому что 14 ударов нанес Спартак и все 14 из пределов штрафной площади Для современного футбола это, ну, крайне странно и удивительно Тот же самый Квинси Промис такое творил с защитниками Краснодара, Петровым и Грицаенко Что после такого ему, как честному человеку, остается на них только жениться Будем ждать? Да, ну, не знаю уж, чем мы будем ждать Но суть в том, что мы будем ждать от Квинси Промиса и других Спартакцев удачной игры сегодня В общем-то, в очень важном для команды матче Лиги Чемпионов против Словенского Морибора Да, в 20-0-0 матче состоится В 20-0-0, открытие арена, все ждем с нетерпением В общем-то, уже здорово то, что к этому моменту, к концу ноября, к пятому туру группового турнира Лиги Чемпионов Спартак сохраняет шансы на выход из группы Практически обеспечил себе шансы на попадание уже в плей-офф Лиги Европы То есть на третье место в группе Но вполне еще может и выйти в плей-офф Лиги Чемпионов Это было бы на самом деле очень-очень здорово Соскучились болельщики Спартака по таким вещам Потому что, если вспомнить, последний раз Спартак играл в плей-офф Лиги Чемпионов в 2000 году Получается на данный момент 17 с лишним лет назад Ну и надо сказать, что не только болельщики Спартака соскучились по этому футболу И по этим успехам В принципе, все болельщики российские соскучились по достижениям в российском футболе И, конечно же, не только болельщики Спартака будут смотреть сегодняшнюю игру Но и, в принципе, любители красивого, хорошего футбола в исполнении наших игроков В первую очередь, потому что это престиж страны Поэтому давайте объединимся и сегодня в 20.00 все будем наблюдать, кто на стадионе, а кто и на голубых экранах Какие прогнозы на игру, Игорь? Вот, например, Злат Казахович, знаменитый славянский футболист Еще после первого матча Морибора со Спартаком в Словении, который завершился со счетом 1-1 Напророчил то, что Морибор выиграет в Москве И надо сказать, что это очень, скажем так, если бы кто-то там сказал непонятно Это вообще можно было бы не обращать внимания Было бы очень самоуверенно, да Но Злат Казахович в 2009 году перед ответным матчем России-Словении в том же самом Мориборе Где, как известно, наша сборная потерпела очень тяжелое, по воспоминаниям, поражение Он сказал, что неожиданно для всех, что Россия не футбольная страна И поэтому она не заслуживает выхода на чемпионат мира И Словения выйдет, будет играть в Южной Африке на мировом первенстве Неприятно Все были в шоке вообще от такого наглого высказывания А потом, в общем-то, человек бросил вызов Потом, как он сказал, через 4 года это была форма психологической войны Конечно И самое главное, что так оно и случилось Действительно, Словения вышла на чемпионат мира Потому что у нас была очень хорошая сборная на тот момент И именно поэтому память о том прогнозе Заховича Делает несколько тревожным состояние перед этим матчем Потому что когда у Спартака все слишком хорошо Как это сейчас происходит в последнее время Это немного настораживает Потому что Спартак всегда был командой очень парадоксальной И исторически, и в современности Это команда, которая, в общем-то, далеко не гарантирована победа Когда все кажется хорошо Нестабильно, в общем, идет И далеко не все плохо и обречено Когда кажется, что все вообще никак И второе было доказано, когда Спартак сыграл в ничью с Ливерпулем После серии ужасающих матчей в чемпионате России От меня вопрос, который мы уже обсудили вне эфира Мне очень интересно Буфон сказал, что уходит из футбола Но, по крайней мере, на клубном уровне еще играет Вот какие перспективы? Долго ли будет? Очень грустно Видели мы все его слезы в прямом эфире После матча Италия-Швеция Но надо сказать, что Буфон это единственный человек Которого в этой ситуации в сборной Италии Действительно по-настоящему жалко Потому что команда, нельзя сказать, что в действительности Заслужила выхода на чемпионат мира В стыковые матчи против Швеции Она провела достаточно Ну бездарно, можно даже так сказать Нет, могла забить, конечно Были моменты в ответном матче Но в общем и целом полное безобразие То, что устроил тренер Вентура Который, в общем-то, не соответствовал Скажем так, тому уровню, который требовался И это вдвойне парадоксально и странно Потому что итальянские тренеры Как раз считаются лучшими в мире Но почему-то они все разбрелись по разным странам По разным клубам И никто из них не хочет возглавлять сборную страны Но если вспомнить даже чемпионат Европы во Франции 2016 года Тогда итальянцы показали прекрасный футбол Под руководством Антонио Конт И, кстати говоря, Массимо Каррера был в его штабе Команда дошла до четвертьфинала Где уступила Германии в серии пенальти И могла и выиграть И на самом деле команда показала очень высокий уровень То есть даже с нынешним действительно не очень высоким уровнем футболистов С отсутствием настоящих звезд Кроме, собственно, Буфона уже пожилого Тем не менее команда может показывать качественный футбол И это было в том матче Кстати говоря, расскажу новость Я не видел, где-то звучало это в СМИ или нет Но по моим данным, следующей весной очень вероятно, что сборная России Сыграется в товарищеский матч со сборной Италии И тем самым будет открыт новый стадион Обновленный стадион Динамо в Петровском парке Прекрасно Сенсация сейчас Спортивная Спортивная Да, да Я нигде еще этого не читал, не слышал Вот вчера у меня такая информация появилась Нуждаются проверки Но тем не менее Такой вариант Возможно Очень-очень даже возможно Это будет здорово Здорово, конечно Стадион имени Льва Ивановича Яшина Нашего прославленного голкипера Там и памятник чудесный совершенно Мы знаем все Около входа на стадион Расположен Что он откроется матчем с Италией А когда-то Яшин тащил пенальти В матче с итальянцами в 63-м году И помогал нашей сборной выйти В главный матч Евро-64 Игорь, скажите А Джан Луиджи Буфон Он чистокрованный итальянец? Такой офф-топ вопрос Вы не в курсе? Как я понимаю, да Я не изучал глубоко его, так сказать, корни Но по-моему, да Не, просто такая На грани фантастики идея Может быть Джан Луиджи Буфону заявиться За какую-нибудь другую сборную Поздно, поздно уже Друзья мои Успеет приехать в Россию Да, конечно, это был бы рекорд Если, так сказать, и он мечтал об этом Ну да, ради рекорда Он мечтал стать первым футболистом в истории Который сыграл бы в шести финальных стадиях чемпионатов мира Ну, по крайней мере, в клубном футболе Еще увидеть его можно Ну да, пока он за «Ивентус» Играет Будет играть, да Но, конечно, это огромное разочарование Для очень многих людей Которые переживают за сборную Италии Которые любят все итальянское В нашей стране и во всем мире Пасту, пиццу, вот это вот все итальянское И не только Предлагаю из итальянских широт Перенестись в наши На Дальний Восток Радименькие широты Минус 20 Хабаровск Такая температура в Хабаровске Была при матче, который там проходил Там вроде чуть-чуть повыше Но это не имеет значения глобально Именно при дальневосточном климате С очень высокой влажностью Это все Минус 17, они как минус 30 воспринимаются Это, конечно, безобразие полное Играть в такую погоду в футбол нельзя Это все спортивные врачи говорят Что это и на бронхи влияет И, собственно говоря, и мышцы приводят Такое состояние То есть люди выходят на поле Уже, так сказать, заниматься Каким-то экстремальным видом спорта И это приводит, в конечном счете, к травмам Я не знаю, конечно, есть ли прямая взаимосвязь В этом матче два футболиста ЦСКА А именно Алексей Березуцкий и Георгий Миланов Получили переломы малой берцовой кости Да-да-да И некоторые спортивные врачи В частности, такой авторитетный специалист Как Юрий Васильков Усматривают прямую взаимосвязь Между погодой дикой, которая была в этот момент В Хабаровске И этими травмами Ну, можно же и об искусственном газоне В этом контексте говорить и так далее Но суть в том, что, конечно Не имеет права Российская футбольная премьер-лига Проводить такие матчи в такую погоду Я понимаю, почему ЦСКА Который обычно очень рьяно защищает Интересы своего клуба, своей команды Здесь промолчал Потому что сам ЦСКА инициировал Смену То, что, в принципе, в Хабаровске должен был состояться матч первого круга Но тогда У ЦСКА был на кону выход в Лигу чемпионов Им надо было Команде надо было проводить матч Квалификации Главного Еврокубка И лететь на Дальний Восток Перед этим, значит, пришлось бы сбивать все, так сказать Ритмографики И они поменялись с Хабаровском кругами Вышли в Лигу чемпионов Получили за это соответствующие призовые от УЕФА То есть, в общем-то, игра стоила свеч Но пришлось, что называется, расплачиваться в ноябрьской поездке Но теперь-то, 27-го числа Локомотив туда поедет, в Хабаровск А там будет еще холоднее Тогда было 17 Теперь будет за 20, по всем прогнозам И игра стоится И пока что, собственно говоря, никто о переносе этой игры не заявлял При том, что Локомотив не менялся кругами Соответственно, у него и моральных обязательств молчать тоже нет Естественно, что еще на прошлой неделе Как Юрий Семин, главный тренер Локомотива Так и президент клуба Илья Геркус Начали по этому поводу достаточно жестко высказываться Хотя мне вот непонятно, например, почему Геркус Не инициировал разговор на эту тему раньше Когда этот календарь только верстался Когда определилось, что Локомотив будет играть в Хабаровске 27-го ноября Ну, может, нынешний опыт научит А тогда не знали руководители Локомотива, что в Хабаровске в это время года не очень тепло, мягко говоря Вот мне это непонятно Но, тем не менее, как бы не прошляпили руководители Локомотива в тот момент эту ситуацию Но сейчас надо решать вопрос, потому что, ну, нельзя играть в футбол в минус 21, тем более в Хабаровске Не потому, что Хабаровск плох Хабаровск прекрасный город, Дальний Восток замечательный регион Но влажность, объективные все показатели против игры в футбол И поэтому для этого всегда у клубов есть резервные арены Резервная арена у команды СК Хабаровск Анжи-арена в Махачкале, в Каспийске Вот! Как раз в прошлом туре Локомотив играл в Каспийске, там было плюс 14 Прекрасно Отлично Собственно говоря, езжайте и играйте На мой взгляд, это совершенно очевидное решение И говорить, что все, мол, команды должны ехать в Хабаровске Пройти через вот это испытание Ну, главное, в первую очередь, здоровье игроков Конечно Но завтра, не менее важный, состоится матч В котором тоже будет защищаться престиж нашей страны ЦСКА сыграет завтра с кем? С Бенфикой С Бенфикой, точно Забыл Извините Что скажете об этом матче, Игорь? Ну, опять же, ЦСКА вернулся из Хабаровска Соответственно, не так просто будет восстанавливаться Может, и с бронхами что-то у футболистов не так Никто не знает пока Но ЦСКА победой в Базеле вернул себе шансы на выход из группы Потому что после домашнего поражения от Базеля В третьем туре группового турнира Казалось, что все уже кончено И максимум, чего армейцы могут добиться Это выйти в плей-офф лиге Европы с третьего места Но во втором тайме гостевой игры с Базелем Поменял все Гончаренко Выпустил Загоева В нападение передвинулся Вернбум в середину поля Головин И это, в общем-то, сразу пазл, в общем-то, сошелся И команда провела прекрасный тайм Выиграла со счетом 2-1 Но проиграла-то она дома 0-2, выиграла 2-1 И поэтому, если одинаковое количество очков наберут две команды То дальше пройдет Базель Потому что первый показатель при равенстве очков Это личные встречи Но надо выигрывать у Бенфики Ожидать того, что Базель проиграет Манчестер Юнайтед И дальше уже пытаться какие-то, так сказать, очки отнять у Манчестера на выезде Это очень все сложно Конечно же, шансов не так много на выход В общем-то, и Спартак не фаворит в группе За выход и ЦСКА тоже Скорее они займут третье место Но и у тех, и у других шансы по-прежнему остаются И дай бог, чтобы такие футболисты, как Алан Загоев Как Александр Головин повели команду за собой Наверное, опять впереди в нападении выйдет Понтус Вернлум Который забил мяч в Базеле И который сейчас делал дубль Играя нападающим Всю жизнь он играл опорным полулащитником Теперь вышел в нападении И забил два мяча в Хабаровске И обеспечил армейцам победу Наверняка он выйдет вновь в линии атаки Ну, это будет интересно И мне кажется, мы все время надеемся на какие-то сторонние силы Что эти проиграют, а те выиграют Мне кажется, в первую очередь надо рассчитывать на себя На свои силы И делать максимум от нас, зависящее Да, даже в минус 20 А я призываю рассчитывать на себя И надеяться на свои силы Также и абитуриентам нашей школы С Александром Шмурновым Школы спортивной журналистики У нас 29 ноября Собеседование для новых, так сказать, потенциальных студентов Находите через поисковики Школы спортивной журналистики Шмурнова-Робинера Наш сайт И звоните, узнавайте В общем-то, только там Человек, который еще только-только приходит в профессию Имеет шанс встретиться с главным тренером сборной страны Как это вчера было Услышим новые голоса комендаторов когда-нибудь Да, обязательно И у нас фактически во всех СМИ есть уже, в общем-то, выпускники Это прекрасно Спасибо вам огромное Друзья, напоминаю, это были Лиза Калинина, Никита Некрасов И в гостях у нас сегодня был обозреватель Зальцкого дома «Инспорт-экспресс» Игорь Робинер Спасибо вам огромное До встречи, друзья До завтра И желаем футболистам наших успехов и побед Побед и здоровья До свидания, до завтра Пока-пока В стране о спорте Лайв